Привет, ребята! Меня зовут Ляксей. Виды сзади меня все лучше и лучше в каждом видео. Сегодня бы хотел сделать коротенькое видео на тему, значит, что дети утонули, да? Я сегодня послушал опять радио, там Сатановский выступал. В общем, с его слов он рассказал, что на самом деле поступил звонок от детей фельдшеру скорой помощи и подумала, что они, значит, балуются, просто никак не отреагировала. Вот, чтобы понять разницу между отношением к людям в России и в Америке, я приведу следующий пример. Если в Америке раздается звонок в 911 из детского учреждения, детский садик там или лагерь пионерский, то в это учреждение сразу выезжают три службы. Выезжает скорая, полиция, пожарная. То есть еще никто ничего не успел сказать. Вот как поступил звонок на 911, сразу выехали три службы. А потом, в момент, когда, значит, объясняют, что происходит, ну, например, там, кому-то стало плохо, тогда пожарных и полицию разворачивают, и, например, скорая дальше едет. Или, например, кто-то там подрался, да, тогда, соответственно, там, ну, если ничего серьезного, скорая и пожарная разворачивается, а полиция едет дальше, чтобы прибыть на место быстрее. Но я опять же повторюсь, что как только поступает звонок, то сразу выезжают три службы. Видите? А в России какая-то фельдшер подумала, что балуются. Ну, вот я когда учился в школе, у нас в соседней школе часто была тема, ну, дети не хотели учиться, и звонили, и говорили, что школа заминирована, чтобы, ну, естественно, приезжали. Почему там реагировали? Ведь там знали на 80%, детский голос звонит, еще тогда никаких террористов не было, ничего. Детский голос звонит, говорит, там, в школе типа бомба. Ничего, все все прекрасно знали, но все равно по инструкции все выполняли, всю школу эвакуировали, все было нормально, да. Все равно потом их всех ловили, там, и по голосу, и, значит, по пропускам в журнале, все это там, ну, это не в этом суть. Суть в том, что вот фельдшер, получается, сейчас виновата в смерти детей. Направила бы она туда какую-то помощь? Ну, может быть, кого-то удалось бы спасти. И потом дальше. Я, конечно, в деталях не разбирался, но со словом Сатановского спасательных жилетов не было. Вот над американцами там смеются, вот, там, придурки, все делайте по инструкции, а будете ли вы прыгать в бассейн, если там воды в нем не будет. Мне кажется, лучше быть придурками и делать все по инструкции, но потом остаться в живых, чем быть такими умными и поплыть без жилетов. Ну, я не знаю, были они в жилетах или нет, но Сатановский вроде как так вскользь сказал, что там чуть ли и жилетов спасательных не было. Плюс штормовое предупреждение. Вот у нас в Америке есть такое понятие safety first, то есть безопасность превыше всего. Если бы у нас была такая тема, что какие-то погодные условия, они такие, там, какой-то торнадо идет или что, ни в коем случае бы не выпустили на воду. Зачем? Ради чего? А тут, опять же, со слов Сатановского, было предупреждение о том, что идет шторм. Люди, эти инструктора говорили, давайте не поедем. Нет, все, детей надо развлекать. Ну, вот такой вот итог. Искать виноватых, да, найдут, да, дадут какие-то сроки. Ничего это не изменит, потому что надо менять систему в головах у людей. Вспомните, когда затонуло судно, детишки были все на нижней палубе, заперты в игровой комнате, все позатонули, там, единицы только выжили. Что, какие-то выводы с того момента сделались? Какая-то безопасность ввелась в плане детей? Количество, может быть, смотрящих, вожатых за детьми увеличилось? Нет, ничего не поменялось. И пока систему не изменят, все так и будет происходить. Детей, конечно, жалко, но вот эта вот скоттская система, где какая-то фельдшер может принимать решение, шутка это или не шутка, стоила детям жизни. Если вы со мной не согласны, ну, можете написать мне что-нибудь в комментариях. В принципе, тут даже в дискуссию вступать нечего. Просто какое-то информативное видео, как различается жизнь на Западе от жизни в России. Пока!